всем привет друзья новость на samsung galaxy buds 3 про набрала уже 23000 просмотров и 795 лайков планка было 500 лайков чтобы я купил эту модель и сделал обзор поэтому я очень благодарен всем кто проявил активность под той новостью для меня очень важно понимать что модель будет точно вам интересно под обзором будет активность это важно для любого автора и так samsung galaxy buds 3 pro это у нас беспроводные внутриканальные tvs наушники 2024 года за 249 долларов и самого интересного в этой модели ну конечно же это обновленный дизайн который сразу бросается в глаза galaxy 20 про теперь формате apple earpods про формате с ножками ну или в принципе формате большинства твс моделей на сегодня в обновленных buds 3 pro за звук у нас отвечает 10 миллиметровый динамический драйвер и планарной 6 и 1 миллиметровый twitter на каждый драйвер установлен отдельный усилитель из кодеков у нас доступны sbc и си обновленный кодек ss c samsung seamless кодек с максимальной частотой дискретизации 96 килогерц и 24 бита также очень много функций завязано на samsung и и искусственном интеллекте и и влияет на работу шумоподавления и функцию перевода в режиме реального времени про это я расскажу отдельно но в этом обзоре мы разберемся вообще стоит ли вот эти самсунги своих денег 249 долларов сравним samsung galaxy bass 3 pro с предыдущей модели samsung galaxy bass 2 pro которая сейчас стоит примерно 100 130 долларов и ответим на вопрос стоит ли обновляться ну и конечно же сравним galaxy bass 3 pro с конкурентами в лице one plus bass 3 sony wf 1000 xm 5 конечно же главный конкурент apple airpods pro 2 ну и с младшей моделью samsung galaxy bass и которая стоит сейчас 79 долларов друзья и сразу скажу что ссылочка на покупку этих samsung galaxy bass 3 pro будет в описании переходите все кому будет актуально ну а меня зовут владимир папазов это канал my shoes обязательно подписывайся здесь я рассказываю про новые интересные беспроводные наушники беспроводные колонки и много чего еще про хороший звук и так друзья сразу главным поговорим про звучание а звучание наушников samsung galaxy bass 3 pro меня удивило и удивило приятно звук у нас здесь детальный завлекающий единственное чего мне немного не хватило это немного низких частот что у нас здесь внутри как я говорил у нас здесь два драйвера 10 миллиметровый динамический и планарной 6 и 1 миллиметровый и в звучании ощущается этот планар в остальном bluetooth у нас версии 5.4 поддержка кодеков как я говорил и оси sbc ssc samsung seamless кодек однако информация от samsung читайте мелким шрифтом кодекс максимальной частотой дискретизации 96 килогерц и разрядностью 24 бит доступен на устройство к серии galaxy который вы сейчас можете видеть на своем экране на оболочке ванью и 6 1.1 и на в будущем список этих моделей будет расширяться это же касается и доступности функций и и то есть у вас какая-то старенькая моделька samsung например как мой старичок galaxy с 8 то будут важные функции которые у вас не будут работать то же самое касается и плаводов для айфонов но поговорим детально про звучание баланс частот здесь на 9 из 10 здесь меньше ни за чем в модели one plus 23 и на фоне этого есть ощущение некого недостатка небольшого недостатка басы из-за чего ощущается больше верха в самсунгах но вверх более притемненный чем опять же в one plus 23 звук самсунгов по частотке я бы охарактеризовал как умеренно сбалансированы он v-образный но ничего не упирает по частотам низкие частоты умеренные их чуть меньше чем хотелось бы однако к такому балансу быстро привыкаешь и замечаешь это только при прямом сравнении с one plus 23 или sony wf 1000 xm 5 средние частоты отчетливые и не маскируется за остальными вокал звучит чисто и ясно высокие частоты отличные планарный драйвер дает о себе знать железо слышно отлично даже какие-то тихие далеко задвинутые хэт и все прекрасно прослушивается по сцене деталям и натуральности звучания начнем с детализации она здесь просто превосходно даже лучше чем в one plus 23 думаю свою немалую лепту в это вносит планарный драйвер и в целом двойная система драйверов сцена здесь у нас чуть шире головы лучше чем sony wf 1000 xm 5 но хуже чем в one plus 23 что касается натуральности она здесь просто отличная передача тембров без всяких искажений как инструменты так и голоса и вокалы звучат максимально естественно без искажений но главное что для меня вот что выдает сразу бюджетность модели это когда железо барабанов звучит неестественно не натурально но песочит и звучит синтетически так вот в galaxy такого нет ну еще что важно бас и бочка не не бубнят они тоже звучат максимально натурально естественно и друзья я экспериментирую над разными критериями и я вы для себя такой важный параметр как вовлечение в музыку в разных наушниках это субъективный параметр но напишите пожалуйста в комментах насколько интересно вам чтобы я добавлял этот параметр в каждую новую модель на которой делаю обзор так вот надев наушники samsung galaxy bat 3 pro хочется слушать в них все новые и новые треки прослушивание здесь вообще не фоновая музыка вас прям очень завлекает голова начинает качаться сама по себе перематывать или переключать треки вообще не хочется все слушается на одном дыхании это очень важный фактор который я получил в тех же one plus bat 3 в них вовлечение прям ну на 10 из 10 просто вот идеально надеваешь наушники и хочется слушать там часами подряд целые альбомы в самсунгах очень похожие ощущения но вот немножко как будто чего-то не хватает и думаю тут как раз таки сказывается вот этот небольшой недостаток низа и чуть более темная верха какой можно подвести итог по звучанию в вот этих наушниках samsung это отличные беспроводные наушники которые реально превзошли мои ожидания ну я не ожидал получить такой звук отличный баланс частот ходе с небольшим недостатком баса отличная натуральность и детальное звучание ну и новый параметр который я начал вводить в обзор это вовлечение на тоже просто отличная так что оценка звучание 9 из 10 друзьям в текстом обзоре по ссылочке в описании на samsung galaxy bat 3 pro на сайте матч узком я всегда пишу как можно улучшить звучание той или иной модели как физическими способами так и программными обязательно переходите и читайте возможно вам будет интересно и так перейдем к самому интересному сравнение сравним samsung galaxy bass 3 pro с apple earpods pro 2 вот эта моделька и так звучание samsung более детальное и натуральное на голову выше чем у apple earpods про два баланс частот сбалансированный в двух моделей и погружение музыку приблизительно одинаковы в apple с погружением и вовлечением тоже очень хорошо функционале выигрывают все-таки apple шумоподавление у earpods получше будет управление поудобнее будет получше микрофон ну и конструкция apple earpods pro 2 в целом мне показалось более удобное потому что там круглые ножки они треугольные я позже объясню почему именно так но по звучанию выигрывает определенно самсунг теперь сравним samsung galaxy bass 3 pro с one plus bass 3 и так звучание samsung проигрывает ван плац в балансе частот ширине сцены и натуральности однако самсунги выигрывают ван плац в детализации и за более сбалансированного звучание я думаю пландартного twitter слышно больше звуков самсунгах но они играют более ближе друг другу то есть цена меньше и это сказывается на общем восприятие звучания в остальном же ван плац баст 3 звучат с большим количеством качественного баса и чуть большим количеством яркого верха лично вот такой звук ван плац мне нравится больше именно ему я отдаю предпочтение однако вот самсунги ну прям ноздря в ноздрю по качеству как говорится и для некоторых будет более предпочтительным именно чуть более сбалансированный звук поэтому я прям рекомендую послушать в магазине если будет такая возможность самсунги и ван плац и выбрать для себя что вам понравилось больше в функционале самсунг выигрывает ван плац бас 3 в шумоводавление и прозрачности ван плац бас 3 есть отличное приложение микрофон не хуже и более удобная конструкция опять же с округлыми ножками чем в самсунгах и последнее сравнение с конкурентом это sony wf 1000 xm 5 которые тоже стоят 249 баксов и так звучание samsung она лучше чем у sony в балансе частот в детализации и в ширине сцены натуральное звучание примерно одинаково общая подача у sony более низкочастотные с явным недостатком средних и высоких частот вот это наверное главный минус в принципе слушая sony после galaxy приходится довольно долго привыкать к звучанию и вот именно на контрасте самсунги ну прям значительно выигрывают sony что же касается функционала соньки лучше в шумоподавление и приложение у samsung лучше микрофон и удобство конструкции ну и друзья конечно же сравним с предыдущей версии samsung galaxy bats 2 про сейчас цена на них значительно просела ну конечно же из-за того что вышли 3 pro не часто она составляет примерно от 100 до 140 долларов до 130 в принципе примерно так и так по звучанию bats 3 pro чуть более низкочастотные и чуть более высокочастотные чем 2 pro в третьей версии получше с детализацией шириной сцены натуральность в обеих моделях хорошие обе модели поддерживают функцию samsung 360 аудио это объемное звучание которое работает только на устройствах samsung и среди двух моделей я бы дал предпочтение все-таки версии 3 pro это определенно шаг вперед в качестве звучания что касается функционала 3 pro немного хуже 2 pro в шумоподавлении немного хуже в автономности по факту 3 версия сами наушники когда играет музыка и включена шумоподавление играют примерно четыре с половиной часа а два про играют примерно 4 часа 50 минут то есть разница примерно вот в 20 минут то есть она незначительная но она все-таки есть и так что еще бац 3 pro использует bluetooth версии 5.4 бац 2 pro версии bluetooth 5.3 обе модели поддерживает кодеки sbc аэсси и samsung sims кодек 3 pro появилась функция ауракаст ну и бац 3 pro поддерживают некоторые функции на базе искусственного интеллекта через приложение в основном это касается переводчика в режиме реального времени которая опять же работает только на устройствах samsung и причем новых что касается микрофона то в версии 3 pro он немного лучше чем во второй версии и последнее по конструкции бац 3 pro получили рейтинг защиты айпи 57 то есть добавилась пыли защита было только айпи x7 только защита от влаги но обе модели можно использовать например во время пробежки там под дождем с ними точно ничего не будет и касаемо дизайна то тут конечно же кардинальные изменения тут у нас бутоны против формата с ножками напишите кстати говоря в комментариях какой дизайн в принципе вам больше нравится в 2 pro или в 3 pro лично мне нравится больше формат с ножками во первых он мне более удобен всегда более как-то надежно сидит в ушах более миниатюрный ну и на мой взгляд субъективный конечно же они более привлекательные и напоследок в сравнении друзья хочу также упомянуть про модель samsung galaxy bat фе которая стоит 80 долларов это можно сказать младшая модель в линейке кратко сравню только звучание потому что прошки в функционале и в принципе во всем остальном ну значительно лучше чем вот эти фишки и так samsung galaxy batz фе имеют явный недостаток на средних и высоких частотах сравнивая с 3 pro это низкочастотная модель по почерку больше похожее на sony w f1000 xm 5 чем на 3 pro galaxy batz 3 pro отлично отыгрывает не за середину и верха лучше в принципе в во всех аспектах которые я описывал в ширине сцены в детализации в натуральности звучания и в принципе определенно стоит остановиться на версии 3 pro и так со сравнением закончили теперь микрофон звучание микрофона samsung galaxy batz 3 pro на 8 из 10 она немножко хуже чем у apple airpods pro 2 вот можете послушать сравнение это звучание микрофона наушников samsung galaxy batz 3 pro условиях это звучание наушников apple airpods pro 2 на улице это звучание микрофона наушников samsung galaxy batz 3 pro в тихих условиях это звучание микрофона наушников вам плюс батз 3 в тихих условиях дома это для сравнения микрофон наушников apple airpods pro 2 в тихой комнате что касается функционала шумоподавление в батз 3 pro хорошие на 7 и 5 из 10 гасит в районе 70 процентов шумов когда apple airpods pro 2 это в районе 80 90 процентов шума шумоподавление адаптивно его работу можно настроить приложение galaxy wearable которая не поддерживается на моем старичке samsung galaxy s8 также полезная функция galaxy batz 3 pro блокирует ненужные внешние шумы за исключением сигналов тревоги и сирен предупреждая вас об опасности или просьбе уступить дорогу общем шумодав сносный что касается прозрачности она здесь просто восхитительная на 10 из 10 принципе как будто вы идете без наушников показатель лучше чем apple airpods pro 2 есть конечно же небольшой фоновый шум еле заметный как и в apple airpods pro 2 это вообще не критично и заявлен режим разговора когда наушники автоматически переключается с шумоподавления на прозрачность когда с вами кто-то заговорил что касается подключения и стабильности у нас bluetooth версии 5.4 тут все отлично не было никаких за иканий никаких прерываний все супер ну и доступна новая технология ауракас то есть вы сможете транслировать свой аудиосигнал на неограниченное количество принимающих устройств в зоне действия их досягаемости ну и конечно же с этой же технологии дальше друзья перечислют функции которые доступны больше для устройств от samsung заявлена функция и и перевода в реальном времени она работает на вот этих устройствах которые вы можете видеть на своем экране также заявлена функция пространственного звука аудио 360 она доступна как на смартфонах так и на планшетах samsung galaxy и на некоторых моделях телевизоров вот список вы можете видеть на своем экране и заявлена функция автоматического переключения между устройствами между смартфоном планшетом пока и она тоже доступна на устройствах samsung которые можете видеть на своем экране а также на устройствах galaxy watch 4 и более поздних версиях фон сети в принципе не критичные и я особо не страдал и не грустил от того что они у меня не доступны но все-таки это плюс особенно было бы интересно проверить функцию перевода в режиме реального времени особенно учитывая то что я не так давно тестировал наушники айко актив бац с этой функции но надеюсь будущем получится потестить и так что касается автономности она здесь на 7 из 10 сами наушники когда играет музыка и шумоподавления работают 6 часов и в сумме с кейсом 26 часов если шумодав плюс разговор через микрофон то четыре с половиной часа и до 20 часов в сумме с кейсом без шумоподавления показатели вот такие вы можете видеть на своем экране быстрая зарядка есть беспроводная зарядка есть авто отключение после бездействия тоже есть что же касается управления она здесь хорошая но я к нему привыкал довольно долго прикол в том что сенсорная панель она находится не с передней части ножки как я привык а задней части то есть нужно будет управлять именно большим пальцем прижимая вот так вот в итоге я привык но это не так удобно как управление именно указательным пальцем главное что здесь есть свайп управление громкостью который работает жестом вверх-вниз ну а в остальном же управление имеет вот такую схему но инструкция как подключить galaxy bat 3 pro к вашему телефону если вы там хотите переподключиться она есть на сайте в текстовом обзоре по ссылке в описании переходите тут все просто в принципе все работает по вот этой кнопки на кейсе внизу что же касается приложения сразу начну с оговорки если у вас новое устройство samsung то приложение для вас будет работать как и новые функции этот минус для вас вообще не будет актуален с андроидом версии 10 и 0 и старше тоже приложение будет работать но опять же часть функций будет доступна только для телефонов samsung мой iphone 14 pro поддерживает приложение galaxy bat но там почему-то две старые модели наушников это galaxy bat life и bats плюс то есть никаких новых моделей вообще нет что же касается моего старичка samsung galaxy s8 во первых он в принципе не поддерживает приложение galaxy wearable ну в принципе потестить мне к сожалению не удалось поэтому лично для меня вот вот этих функций не было вот ну а для вас если у вас подходящие устройства они будут доступны но опять же делая оговорку на то что многие функции будут доступны только на новых устройствах от samsung и перейдем к последнему пункту это дизайн и комфорт samsung galaxy bat 3 pro доступны в белом и в серебристом цвете дизайн был полностью обновлен он для меня на 8 из 10 по им моей субъективной оценки на мой взгляд стало симпатичнее чем во второй версии но наушники менее привлекательны чем apple airpods pro 2 лично для меня в самсунгах довольно много лишних элементов не скажу что они не интересные но обычно вот эти элементы там светляшкой какие-то подсветочки и прочее они просто надоедают но из интересного тут конечно же прозрачная крышка которая выглядит прикольно светящиеся грани ну и ножки треугольной формы с небольшим исечением комфорт конструкции хороший в ушах наушники сидят очень удобно просто идеально зашли правда поменял амбушюры на самый большой вариант и вам рекомендую подобрать оптимальный вариант чтобы наушники сидели плотно из минусов наушники неудобно доставать из кейса их неудобно класть в кейс как вы можете видеть они просто развернуты друг от друга то есть когда вы их достаете приходится во первых доставать наушник проворачивать его и только потом класть себе в ухо то же самое когда вы достаете наушники вы проворачиваете его и начинаете прицеливаться в этот треугольничек потому что не так-то и просто сюда попасть это до сих пор немножко раздражает когда в тех же ван класс ты просто берешь достаешь кидаешь и закрываешь не надо целиться в apple airpods pro 2 тоже залетает все просто идеально в общем это решение было чтобы выделиться среди других моделей к за это конечно плюс но удобно ли это нет это неудобно и за это минус про качество материалов и долговечность тут ничего не скрипит не лифтит защита ip57 с защитой от пыли которая добавилась была только от воды как я уже говорил вес одного наушника составляет 54 грамма вес кейса 46 и 5 грамма друзья подведем итог по этим наушникам samsung galaxy bats 3 pro и так стоит ли отдавать 249 долларов за эти наушники и что вы в принципе получите мой вердикт такой samsung galaxy bats 3 pro определенно стоит своих денег главное для чего мы покупаем наушники это конечно же звучание и звучание в bats 3 pro восхитительно даже по кодеку и си когда я слушал через iphone и особенно если у вас новое устройство samsung и вы получите максимальное качество звучание по обновленному кодеку samsung скейлабл кодек из главных минусов расстроило что большое количество функций завязано именно на новых устройствах samsung это как всегда агрессивная попытка затянуть покупателя в свою экосистему но еще явный минус это не очень удобная конструкция вот эти треугольные ножки хотя в ушах наушники сидят очень удобно в остальном же отличное шумоподавление отличная прозрачность лучше в принципе прозрачность что я слышал среди всех моделей хороший микрофон нормальная автономность и хорошее управление которому тоже чутка придется привыкнуть вердикт такой если вам нужен лучший звук функции переводчика 360 аудио это пространственное аудио то для новых устройств samsung galaxy bats 3 pro это в принципе идеальная модель это лучшая модель на сегодняшний день можно брать не раздумывая все вот эти новые устройства samsung я добавлю в описании чтобы был список под рукой и так если вам нужен лучший звук в принципе то я рекомендую рассмотреть для покупки ван пласт бакс 3 кстати говоря прошки ко мне уже едут тоже большое спасибо вам ребята за активность новость набрала уже достаточное количество лайков поэтому обзор будет скоро в общем ван пласт бакс 3 здесь звучание чуть более басовая и чуть более яркая в высоких частотах и она для меня лучше чем в samsung galaxy bass 3 pro если сложить все параметры для устройств apple я бы купил samsung исключительно ради качества звучания потому что они явно выигрывают качестве звука чем apple earpods pro 2 но проигрывает apple earpods pro 2 в микрофоне в удобстве использования в функциях по настройке наушников которые доступны в прошивке и в шумоподавлением galaxy bass 3 pro звучат лучше чем sony wf 1000 xm 5 и соньки стоит покупать только в том случае если вы прям любите бас ну и вам нужно лучшее шумоподавление и последнее стоит ли обновляться как я и сказал да определенно стоит обновляться с версии 2 pro прирост в звучании есть много функций были улучшены друзья вот такой получился обзор обязательно пишите что вы думаете про обновленную модель samsung galaxy bass 3 pro в комментариях мне будет очень интересно пообщаться ссылочки на все модели которые я упоминаю тоже есть в описании чтобы купить почитать про них информацию в обзорах либо на сайте либо на ютубе так что все есть в описании на этом все увидимся на мой час всем хорошего звука и пока